Всем привет! Сегодня 26 мая, 88 день. Нашим щенкам, как видите, Рыжулька, готовится принимать водные процедуры. Вот и пришла очередь девчонок прихорашиваться. Мы, как и с мальчишками поступили, сняли девчонок до этой процедуры и снимем после. Покажем, насколько они преобразятся или не преобразятся. Вставай. Ой, молодец. Первый раз. Контакт с водой. Тоже хорошо реагирует. Молчит, напряглась, конечно. Так, как бы подлее, чтобы мордаху заснять. Йони, Йони. Надо же попробовать на вкус, да? Не надо. Не надо, не надо. Ну, в общем, хорошо она переносит данную процедуру. Молодец, девочка. Молодец. Мы не будем подробно также снимать процесс купания. Уже сто раз снимали. Маша просто ответит на некоторые комментарии, что касается инвентаря, да, для расчесывания. Вот. Покажется, что у нас есть. Да, чуть позже. Сейчас помоемся. Кому интересно. Йони, это ты, что ли? Да, казалось. Ну, чухой, похоже. Ну, есть немножко, говорит. Взгляд немного такой напуганный, да? Ну, да, говорит. Уши как антенны. Мам, что-то придумала, скажи. Вот, хозяева, полюбуйтесь на своё юни. Тихуашку маленькую. Да. Ну, что? Спица-то тихуа, только все стискали. Сейчас останется самая неприятная процедура, наверное. Девчонка пока завёрнута в полотенце. Я, Маша, попрошу ответить на комментарии, которые поступают по поводу расчёса. Говорят, что есть меньше пуходёрки. А почему ты не пользуешься меньшим размером? Ну, мы какого купили вот сразу. Мы Оле это купили в обычном магазине ещё пять лет назад. Но я считаю, что это нормальный размер. Тут всего-то вот сантиметров, может быть, восемь на пять. Но я думаю, что если у вас есть возможность, да, здесь позволяют финансы, можете купить, они стоят, я думаю, что недорого они стоят. Вы можете несколько иметь в своём... Гребень у нас вот такой. Покупала я, да, на Алиэкспресс его. В принципе, ну, меня устраивает. Хотя я подумываю для Олечки купить чуть подлиннее, чтобы были... Есть дорогие, есть профессиональные предупреждения. Да, они там тысячи две-три, наверное, стоят. У нас они продаются в городе. Ну, да, там цены, конечно... Этот не помню, за кого покупала. Ой, это в районе трёхсот рублей. Вот, да, а вот уже серьёзные, они уже пошли уже на тысячи. Вот такой маленький у меня ещё гребень. Это я за ушками колтунишки расчёсываю этим. Ну, а ножницы покупала тоже на Али. Возможно, они не суперпрофессиональные. Для хорошего груминга они, может быть, и не подойдут. Но для домашней стрижки вполне сгодятся. Меня устраивают. Ну, как-то так, наверное, да? Рыжулька не захотела в полотенце, хотя это хорошо было бы подержать собаку после купания в полотенце. Оно впитывает большую часть водички на себя и потом сушить гораздо быстрее. У нас мама Оливия любит так завёрнута даже спать, может, час-губой. Да, у нас часочек она поспит, а потом мы идём сушиться. У неё уже тогда шубка такая подсушенная, потому что если её такую сразу мокрую, я так-то её три часа в порядок привожу, а так можно все пять с ней сидеть, потому что у неё шуба-то ого-го. Ну, красота. Для Олиной шубы я подумываю, что нам стоит компрессор прикупить, потому что фена ей очень мало. Ну, стоит он, опять же, дорого, и у нас необходимости такой не было. Ну, сейчас будем, наверное, присматривать. Подумаем, во всяком случае, по этому поводу. Поищем, да, почитаем, отзывы почитаем вообще, что из себя представляет. А пока Маша занимается рыжулькой, смотрите, чья это попка. Это малыш. Он так устраивается на сончас. Робот-пылесос, рядышком он залез в тенёчек и спит. Зашел проверить, как себя ведет Юня, то есть рыжулька. Как она себя ведет? Ну, я смотрю, тихо вроде бы не вырывается. Ну, пытается, нет, почему. Фен-то никому не нравится, что говорить. Ну, терпит, да? Ну, а куда деваться? Ну, ладно, не будем мешать вам. Так, ну и что, это разве Юня? Что-то, это, наверное, малыш какой-то, да? Нет, казак-васавица Юнька. Ну, вот это другое дело. А это пигуня. Да, настала её очередь. Сейчас скажем вам, как её будет звать её хозяйка. Это будет Николь. Николь. Нам бы самим только научиться перестраиваться на имена. Настолько мы уже привыкли к этим старым кличкам, что не решаемся пока там называть их. Пока вспомнишь, уже поздно. Там Юна, там, либо Юджин. Нам проще. Крепыш малыш, пигуни, рыжулька. А это что за малявка? Тоже крошечная она. Ты маленькая такая. Не узнает даже тебя. Чем-то она всё-таки на малыша, да, похоже? Ага, есть такая. Такая же. Маленькая. Ты моя хорошая. Головёшки такие. Одни усы, глаза. Меньше, чем у чихуашка, скажи я даже. У чихуашек и то головёнка, скажи, большая, да. Ну, а у меня маленькая. Вставай сюда. Оп, вставай. Оп, сюда. Вот она, мамин. Вот, смотрите, в раковине даже не видно. Вот она моя. А ты тут всё бегаешь, да, рыжулька? Ну, давай сейчас её ещё раз поможем. Ага, дубль два будешь? Я предлагаю не мыть, а сушить ещё раз её. Рыжулька только тут. Вот, посмотрите на неё. Тихо, мой зайчук. Мамин. Это пивунья. Терпит. Не вырывается никуда. Молодец. Ну, и, конечно же, какой уход без подстригания когтей. Это пивунья. Смотрите, она уже уснула. Глазки закрыла. Вот такая. Маша меня пригласила на съёмки. Взяла свою расческу расчесывать. Мне немножко рыжульку так почесала. Ей понравилось. Смотрите, что делает. Просит уже. Попробуй, убери. А смотрите, как прошайка. Вот всё же они перенимают у взрослых. Это тоже самое мама Белла делает. И Оливия. Лежит только бачка мне поворачивает. Вот видите, как расчесывается она любит, да? Да. Так, вот как просит. Вот видите, смотря чем чесать и как, наверное, да? Ах ты жалко. Ах ты хитрюшка. Ну что, придётся твоим хозяевам в фикс-прайсе покупать массажку и чесать тебя. Это крепыш решил бабушку Оливию поднимать. Вы пишите, а что перестали бабушку Оливию показывать? Да вот она. Просто она спит всё время. Когда я беру камеру и пытаюсь какие-то кадры сообразить, в общем, она где-то спит. Всё, вот взял камеру и всё, кадр ушёл. А до этого крепыш прыгал на бабушку Оливию. Не знаю, что он этим хотел показать. То ли её сместить с должности охранника этой лежанки, то ли поиграть хотел, не знаю. Сегодня все устали, в том числе и Маша устала, и девчонки устали, которые принимали водные процедуры. Чем вы взяли? Поучаствовали в мыльной опере. Да-да-да. Всех привели в порядок, все красотульки. Вот такой у нас был сегодня день. Ну, а сейчас, конечно же, игры. Да. Ну, об этом уже, наверное, завтра. Завтра поснимаем вам игры. А сегодня вот у нас специальный был выпуск. Обещали девчонок снять? Поснимали. Завтра постараемся и бабушку Оливию тоже подольше поснимать. Она у нас никуда не пропала. Просто бабушка Оливия спит во время съемок, отлынивает. Она уже прячется от этих сорванцов. Говорит, вообще надоели. Говорит, уже надоели, говорит мне. Вот бабушка где? На своем месте. Мы сейчас будем ужина садиться. Вот, она всегда на подхвате. Такой у нас был день. Давай прощаться. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Всем пока.